На Псалом 130-й Песня восхождения Давида Господи, не надмивалось сердце мое и не возносились очи мои, и я не входил в великое и для меня недосягаемое. Что это? Павел называет неразумием хвалить самого себя, даже слыша необходимости, почему и говорит, я дошел до неразумия, вы меня к тому побудили. 2 Кориншин 12.11 А пророк неужели не знал этого, хвалясь теперь не перед двумя, тремя или десятью человеками, но перед всей вселенной? И хвалясь так, я смирен и умерен, смирен чрезмерный и кроток. Это именно означает слова его. Не смирял ли я и не успокаивал ли души мои, как дитя отнятое от груди матери? Душа моя была во мне, как дитя отнятое от груди. Позволительно. Почему же он это делает? Потому что дело не всегда непозволительно, но иногда бывает и необходимо. И даже случается, что мы бываем неразумными, не потому что хвалимся, а потому что не хвалимся. Потому и Павел говорит, хвалящееся, хвались Господом. Так, кто не хвалится крестом, тот неразумнее и несправедливее всех. Кто не хвалится верою, тот презреннее всех. Кто не хвалится и не превозносится этим, тот непременно погибнет. Вот почему апостол и говорит с зерновением. А я не желаю хвалиться, разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа. Галатам 6.14 Так же и сказано. Да не хвалится богатый богатством своим и мудрой мудростью своею, а пусть хвалится тем, что разумеет и знает Господа. Иеремия 9.23 А когда хвалится худо? Когда мы делаем это, как фарисеи. А почему же, скажешь, Павел сказал, вы меня понудили к тому, что похвалите, я дошел до неразумия. Потому что он говорил о делах своей жизни и поведении, о которых не следовало говорить без нужды. Но в другом месте он говорит, если похвалюсь, то не буду неразумным, ибо скажу истину. 2 Коринфянам 12.6 Таким образом, кто говорит истину по требованию обстоятельств, тот не безумен. Следовательно, и пророк, когда хвалится, не безумен, потому что говорит истину. А для чего он обратил речь свою к этому предмету? Для того, чтобы научить слушателей по избавлению от зла не возвращаться к безумию, по освобождению от уз, не неистовствовать, снова и не подпадать игу другого плена. Повествуя о своих качествах, он вразумляет слушателя и не говорит, я надмивался и удерживал эту страсть. Ну что? Не возносилось сердце мое, то есть этот порок даже не коснулся души моей. Сердце его было как бы некоторой небуреваемой пристани, не допускавшей к себе волн порока, который есть источник всех зол и корень крайне в нечестии. Что же означает? Господи, не надмивалось сердце мое и не возносились очи мои. То есть я не возвышал бровей, говорит, и не поднимал шеи. Из внутреннего источника страсти болезнь выходит и на наружность. Приводит и тело в состояние сообразное с внутренней заразой. Я не входил в великое и для меня недосягаемое. С людьми надменными, богатыми, гордыми, тщеславными. Видишь ли, истинное, смиренно мудрее. Он не только сам был свободен от этой болезни, но избегал и зараженных ей, и избегал подобных собраний. По великой ненависти своей к надменности, отвращаясь этого порока, он не только сам избегал его, не только сделал область сердца своего недоступную для него, но и от преданных ему убегал далеко, чтобы не получить от них какой-нибудь заразы. Немаловажное дело избегать надменных, ненавидеть гордых, отвращаться от них и гнушаться ими. Это величайшая опора добродетели, величайшая ограда смиренно мудрее. Не смирел ли я, не успокаивал ли души моей, как дитя те, отнятого от грудей матери? Если я, говорит, не был смирен, как грудное дитя при матери своей, но надмивался сердцем своим, то пусть будет воздано душе моей. Смысл слов его следующий. Я не только был чист от этого порока, то есть гордости, не только удалялся от имеющих его, но и в высшей степени приобрел противоположную ему добродетель. Смирение, умеренность, сокрушение. То же и Христос заповедовал ученикам своим. Если не обратитесь и не будете, как дети, не войдете в Царство Небесное. Я приобрел, говорит, такое смирение, какое у грудного дитяти. Как оно держится за мать, бывает смиренно, чуждо всякой надменности, просто и кротко. Таким и я был в отношении к Богу, держась его постоянно. Впрочем, он не без причины упоминает о грудном дитяти, но хочет изобразить скорбь свою, затруднение, уныние, великость, зол. Как дитя, будучи отнято от соса, не отстает от матери, но хотя и плачет, скорбит, сетует, досадует, гневается, однако держится за мать и не отстает от нее. Так и я, говорит, скорби, затруднения, во всех многочисленных несчастьях был предан Богу. Если же я и был не таким, говорит, то пусть будет ваза на душе моей, то есть пусть она подвергнется крайнему наказанию. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Видишь, как я сказал в начале, что верой и учением должно постоянно хвалиться, и без причины, и не хвалящийся этим погибнет. А что касается дел жизни, то не должно отказываться и хвалить ими по требованию обстоятельств. Какие это обстоятельства? Многие и различные, из которых одно, например, состоит в том, чтобы научить слушателя. Так и пророк, зная это и желая показать, что он говорит о своих добрых качествах, для того, чтобы расположить слушателя к соревнованиям, прибавляет. Да уповает Израиль на Господа отныне и вовек. Хотя бы, говорит, тебя постигли несчастья, скорби, войны, плен и какое бы то ни было из неожиданных бедствий, ты держись надежды на Бога, уповай на Него, и непременно получишь добрый конец. Бог избавлением от бедствий воздаст тебе за то благою надежду во Христе Иисусе Господне нашим, которому слава и держава во веки веков. Аминь.